Добрый день! В продолжении темы пани Валевска в предыдущем видео я решил записать еще одно видео на тему своих бюджетных ароматов, которые есть в моей коллекции. Но перед тем, как записывать, я подумал, решил, что я разделю это видео на две части. В первой части я покажу ароматы от Новой Зари, которые у меня есть, а во второй части я покажу оставшиеся ароматы от других фирм. И первый аромат, который у меня появился от бренда Новой Заря, это Злато Скифов, аромат 1987 года. У меня это вот такой фалкон, 30-ка. Как видно, его я носил по весне, насколько я помню. Он у меня чуть-чуть настоялся и стал более густым, что ли, по звучанию. Я здесь слышу красно-запеченное яблоко, мед, желтые цветы и какую-то пожухлую траву или сено. Вот, например, когда уже август и солнце печет сильно, и вот эта вот трава, она начинает засыхать. И вот так, мне кажется, это еще дополнительно пахнет. И, возможно, здесь есть какая-то землистость, потому что трава же растет на земле, а так как печет солнце, то и земля становится сухой. И, возможно, вот какая-то пыльность от этого появляется в этом аромате. Давайте почитаем про Злато Скифов. Злато Скифов. Основные аккорды древесный, теплый, пряный, сладкий, фруктовый, альдегидный. Вот альдегидный, я не понимаю тогда, какие здесь альдегиды присутствуют. Ведь альдегиды должны давать легкость и свежесть аромату, делать его летучим. А как по мне, этот аромат очень сладкий, очень насыщенный, и он не раскрывается вообще, по крайней мере, на моей коже. Вот я нанес его перед записью видео. Вот как я слышал на старте вот это красное запеченное яблоко, мед и травы, и желтые цветы. Так вот я их и слышу, и так их буду слышать до конца звучания аромата. Аромат достаточно-таки стойкий на моей коже, 4-6 часов. Итак, альдегидный, желтые цветы, свежий, пудровый, землистый, аморовый. Вот, возможно, землистость дает вот эта вот трава, и вот эта вот сухая земля, на которой вот произрастает трава. В верхних нотах альдегиды, бергамот и зеленые ноты, которые вообще, по идее, должны давать свежесть аромату, хотя никакой свежести в этом аромате я не чувствую. В средних нотах вот красное яблоко, иланг-иланг, гвоздика как цветок, гвоздика как пряность, персик и жасмин. Не знаю, как насчет жасмина, я его здесь не слышу. Ну, персик, вот я сейчас, конечно, прочитал свой персик. И, конечно же, здесь вот раз, и я услышал резко персик. Это, конечно, мозг обманывает. Типа, вот я, например, прочитаю, вот что в базовых нотах ваниль, раз и появится ваниль, хотя ванили здесь я не чувствую. В базовых нотах это ваниль, дубовый мох, пачули, амбра и сандал. Вот такой вот аромат золота скифов, окно и зари. Вообще, вот все ароматы этого зари, которые я купил, ношу я их не часто. Можно сказать, что я их вообще не ношу. И покупалось это все для коллекции. Но, тем не менее, вот этот аромат я сносил где-то 5-7 миллилитров, потому что они же наливают их вот так. И поэтому вот так неплохой аромат. Давайте поговорим про что-нибудь еще. Давайте поговорим про моего фаворита. А мой фаворит, это, конечно же, Кузнецкий мост. У меня вот такой флакон на 50 миллилитров. Я им пользуюсь, пользуюсь не часто. Вот эта история мне уже нравится больше. Давайте откроем Кузнецкий мост. Кузнецкий мост землистый, мшистый, ирисовый, ирисовый, древесный, бело-цветочный, фужерный, сладкий, пудровый, желтоцветочный и табачный. Никакого табака в нем не слышу, никаких желтых цветов в нем не слышу. Вот пудровость, фужерность, вот пудровость и рисовость, ирисовость. Вот это вот сочетание мне в нем нравится. Что в нем землистого, я не понимаю. Мне этот аромат очень нравится. Так нравится, что у меня два флакона абсолютно одинаковые. Даже с одной партией. Итак, в верхних нотах бергамот, апельсин и ирис. А в верхней нотах бергамот и апельсин всего лишь. Он достаточно, да, можно сказать, что он цитрусовый аромат на старте. Прям прослеживается вот этот бергамот. Потом дальше в средних нотах идет ирис, из-за которого мне нравится этот аромат. Аландаш, которого, слава богу, я не слышу в этом аромате. Кориандр, эланг-эланг, дубовый мох, табак, амбра. Табака я тоже в этом аромате не слышу. Это мне нравится. По-моему, этот аромат был выпущен в 80-м, по-моему, если меня не изменяет память. Давайте посмотрим. Я могу, конечно, путать. А тут даже, слушайте, не написано. Давайте статью откроем на фраграмме и почитаем там, когда он был сделан. Ага. Кузнецкий мост. Очень зимний, холодный, аромат и непростой. Выпущенный в 1994 году. Это духи уже почти классика, им 27 лет, но на момент написания статьи. Так, так, так. Что нам тут? Может, нам что-нибудь тут интересного напишут про Кузнецкий мост? А давайте посмотрим, с чем его сравнивают. Ну, сравнивают его, конечно, наверное, с 19-й Шанелью наверняка и с Клемат. Верно? Верно. Ну, ни того, ни другого, к сожалению, нету. Но я угадал, что их сравнивают вместе. Давайте поговорим дальше про что-нибудь еще. Так же у меня появился в паре с Кузнецким мостом. Вот эти все ароматы от Новозари я купил достаточно быстро, друг за другом. Это покупалось все исключительно для коллекции, чтобы знать эти ароматы. Ну, пользуюсь я ими нечасто. Вот Кузнецким мостом я пользуюсь, но, опять же, нечасто. Русская красавица я не пользуюсь вообще. Вот это следующий аромат. Русская красавица. Он у меня исключительно для коллекции. Его сравнивают с Миднает Пуазон. К сожалению, я вообще не знаю, как он пахнет. Конечно, я бы хотел с ним познакомиться. Но понимаете сами, что это снятый, что это редкость, что это дорогое. И, видимо, не судьба. Про русскую красавицу я могу сказать, что это какое-то, ну, может быть, абрикосовое или персиковое варенье. Он цветочный и достаточно приятно пахнет. То есть я даже по звучанию не могу его назвать бюджетным. Если вот это реально похоже на Миднает Пуазон, то это неплохо. Так, давайте почитаем про русскую красавицу. Русская красавица – это аромат, который был выпущен в 1980 году. Основные аккорды – это древесный, пудровый, фруктовый, почулевый, теплопряный, цветочный, землистый, бальзамический, ванильный и амбровый. А я вот в нем слышу цветы, вот эти абрикосы. Тут вот отмечено, что есть мускус и рис, я не чувствую. Черные смородины тоже не чувствую. Вот абрикосы и какие-то легкие цветы. Почули, сандам, ваниль, амбре и кедр. Он пахнет достаточно приятно, но носить я такой не хочу. Вот такой аромат, русская красавица. Давайте поговорим еще о чем-нибудь. Тайна от Новой Зари. Аромат, на который я вообще возлагал огромные надежды. И мне казалось, что вот пройдет эта тайна, и я ее так полюблю, эту тайну, и буду ее носить. И это будет вообще чуть ли не моим парфюмерным я. Но что получилось, получилось то, что вот я получил эту тайну. Очень я хотел эту тайну. Вот я в один день купил тайну, Кузнецкий мост и русскую красавицу. И, короче, получилось так, что вот Кузнецкий мост первое место, русская красавица второе место. А вот тайна, вот, к сожалению, третье место. Аромат, который меня поддушивает. Аромат, который я не могу вообще понять, чем он пахнет. Я не могу выделить вообще ни одной ноты. Вот толку я прочитаю эти ноты. Лист фиалки, пачулик, ориандр, роза, дуловый, мох и амбра. Ничего я из этого не слышу. Он меня поддушивает. Это явно не мой аромат. Единственное, что я могу отметить, как я могу его вообще обонять, это когда огромное пространство, или вы на улице, и наносите его на себя, и вот он распространяется. Тогда я могу его обонять. А когда это маленькое закрытие пространства, он прям поддушивает меня. Я вот даже не могу ничего про него выделить, чем он пахнет. Сказать мне ничего про него не могу. Но тем не менее, и плохим я его не назову, потому что этот аромат не подходит исключительно мне. Кому-то, может, он подходит. Итак, основные аккорды это землистый, мшистый, почулевый, древесный, озоновый, фужерный, розовый, акватический, тёплый пряный и мягкий пряный. Вот, в принципе, почули-то я люблю, но я их здесь вообще не слышу. Это явно вообще не мой аромат, но для коллекции иметь я его обязан. И у меня осталось... А, у меня осталось четыре аромата, я думаю, и следующий аромат это почули де Ор. Вот, аромат, который куплен вслепую. Кстати, как кузнецкий мост. Секунду. Постоянно прерываться, чтобы попить воды. Потом увидел очень долго склеивать. А я хочу записать этим кадром. Вот, так. Золото скифов и почули де Ор я купил вслепую. Так, почули де Ор. Получается золотая почули. Давайте его откроем. Так, тайна у меня, кстати, была парфюм 30 миллилитров. Русская красавица была парфюмированная вода 50 миллилитров. И кузнецкий мост это парфюмированная вода 50 миллилитров 2 фокона. Мне интересно, кузнецкий мост в концентрации парфюм, который идет в 16 миллилитров, он чем-то отличается от концентрации парфюмированной воды? Потому что вот он мне очень нравится, вот этот кузнецкий мост. Рекомендую. Он тоже звучит намного дороже, чем он стоит. Так, это у нас золото скиф. Золотая почули. Амбровый, цитрусовый, теплый, пряный, почуливый, пудровый, ванильный, белоцветочный, фруктовый, сладкий и древесный аромат. Аромат этот неизвестно, когда он был выпущен. Может, какие-нибудь статьи про него здесь. Такие про него тоже нет. Так, этот аромат я тоже не могу разобрать вообще на ноты. Вот я смотрю на ноты, которые представлены на фраграме. Танжерин, перец, бергамот в верхних нотах, в средних нотах апельсиновый цвет гелиотропы слива, в базе амбра, почули, бензин и мускус. Ладно, давайте нанесем. Он очень приятный, сладкий. Но я не могу выделить ни одну ноту. Я могу просто сказать, что он пахнет очень приятно. И могу отметить, что он довольно-таки стойк. Очень рад, что он в моей коллекции. Я могу его носить. Но носил я его, честно, один раз в тот день, когда я его купил. Но носить я такое могу. Выделить что-то из этого. Вот если бы была здесь, кстати, в пирамиде ваниль, я бы сказал, что мне пахнет ванилей. Потому что я ее здесь чувствую, а в пирамиде ее нет. Пойти гелиотроп должен давать какую-то пыльность или горьковатость. Но я тоже здесь этого не чувствую. Приятный аромат. Ой, вообще, мой фаворит. Так, это получается... Как он у нас называется? Пачули. Магия Пачули. Вообще, вот классный вообще аромат. У меня-то в 16 миллилитрах. Он мне так нравится. Здесь такие тяжелые пачули, которые пахнут шоколадом. Этот аромат пахнет осенью, листвой, холодной погодой. Вообще, классный вот этот аромат. Магия Пачули. Давайте его откроем. И у меня есть этот пробник от Монталь. Листья Пачули. И вот они очень похожи. Понятно, что в Монтале звучание по округлее, поприятнее, сбалансированное. Но они вот очень похожи. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня вот этот флакончик настоится. И мне не придется тратить деньги на листья Пачули от Монталь, которые мне нравятся. Но вот в листьях Пачули от Монталь, там я слышу такую, знаете, лекарственность этих Пачули. Если можно так выразиться. То есть, прям какая-то лекарственная мась. Или какая-то вот настойка. Здесь я такого не чувствую. Здесь как бы все попроще. Но это все равно очень приятно звучит. И мне это очень нравится. Кстати, вот в этих кирпичиках по 16 миллилитров ароматы это достаточно дорогие. То есть, если вот за Кузнецкий мост 50 миллилитров я платил по 650 рублей, то за вот этот вот кирпичик 16 я заплатил 550 рублей. Как-то вот магия Пачули очень дорого стоит. Для Новой Зари. А если вообще зайти на сайт Новой Зари, там вообще нарисованы такие цены. Я вообще не знаю, кто по таким ценам у них покупает ароматы. Чуть ли знаете, не по полторы тысячи за каждый флакон они так просят. Так, давайте мы откроем Пачули. Волшебство Пачули. Древесные Пачули, теплопрянный, бальзамический, ванильный, амбровый, пудровый, землистый, дымный и мукурсный. Интересно, где здесь дымность? Очень интересно. Здесь есть дымность. Длинности я здесь не чувствую. А, здесь есть ладан. Ничего себе, я даже не знал. В верхних нотах. Бергамот и лимон. Лимон вообще здесь не чувствую. Пачули, ладан. Сандал, ладан, ванильный, мускусный. Опять же, я не могу выделить ни одну ноту, но мне это очень нравится. И оставшиеся два, про которые я говорить особо много не буду, потому что их знают все. По крайней мере, вот эта. Красная Москва. Классическая. У меня это сплэш-флакон на 42 миллилитра. Как видно, я им пользуюсь. Пользуюсь достаточно-таки часто при своей большой коллекции, если ее можно назвать, конечно, большой. Желто-цветочный. Прям такой ирисовый аромат. Мне он очень нравится. Много говорить не буду, я просто скажу, что вот мне нравится. Я его ношу. И совсем недавно я купил... Кстати, в Магнит Косметик сейчас такой флакон по схейке стоит 330 рублей, что ли, по-моему. Как-то так. И совсем недавно я купил Красную Москву Лайт. Мне очень было интересно их сравнить. Но на Валберис, что-то на Красную Москву Лайт, какие-то цены были неправильные. Тут я нашел в магазинчике вот этот флакон за 850 рублей. И что я могу сказать? Они... Во-первых, мне не нравится название. Красная Москва Лайт. Мне не нравится слово Лайт. Его можно было как-то обыграть по-другому. Как по мне, они не похожи. Это вообще... Конечно, слышно от голосов вот этой вот красной Москвой классической. Но как по мне, вот это вот абсолютно самостоятельный аромат. Мне даже интересно будет посмотреть, на что он похож. Я в нем слышу какие-то ириски, тофи. Вот эти вот мягкие такие карамельки. И желтые цветы. Давайте вообще посмотрим, что про него пишут. Про этот Лайт. Белые цветы. Ванильный. Желтый цвет. Вот желтый цветочный. Цветочный. Сладкий. Тепый. Пряный. Туберозный. Ничего себе. А вот здесь туберозы можно спросить. Фужерный, древесный и цитрусовый. Ну ладно. Пирамида здесь явно больше, чем написано в программе. Вверху Иван Калан, Гвоздика, Беркомод. Тубероза, Жасмин, Роза, Ваниль и Бабы Танка. Да, я могу отметить, что этот аромат достаточно таки сладкий. Сладше, чем классическая Новая Заря. Но я вот здесь вот слышу цитруса на старте. Но мне интересно, где здесь туберозы. Интересно. Потому что я плохо с ней знаком, конечно, с туберозой. Мне кажется, пирамида здесь указана слишком маленькая для данного аромата. Потому что вот откуда здесь тогда взяться вот этим вот ириском, который я слышу. И желтые цветы я здесь слышу. Хотя в пирамиде ни одного желтого цветка не указано. Указана Роза, Жасмин и Тубероза. Ну да ладно. Такая вот коллекция от Новой Зари у меня есть. Это получается у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ароматов. Ну, девять. Не считаем, что Кузнецкий мост у меня за двоем. Так, а давайте в следующем видео я покажу оставшиеся ароматы от других фирм. Спасибо.